Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! В начале программы коротко о некоторых темах этого выпуска. Участник драки на Старом Базаре получил реальный срок. А будет ли поводок? В Барнаульском Затоне провели традиционные учения. Скоро здесь можно будет выпить кофе, как продвигаются реставрационные работы в аптеке Крюгер. Итак, спустя почти два года после происшествия, сегодня Михаила Старцева, подсудимого по громкому делу о драке на Старом Базаре, суд приговорил к шести годам колонии строгого режима. Наш корреспондент присутствовал на заседании. За пару минут до начала вынесения приговора в коридоре суда людно. Вместе с обвиняемым Михаилом Старцевым пришли его друзья и знакомые. По словам адвоката подсудимого, она переживает. Но повлиять на решение уже невозможно. И вот час икс настал. Назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбывания в строительной колонии строгого режима. Срок наказания Старцева осуществляется дня вступления приговора в законную силу. За честь срока отбытия наказания, время содержания под стражей с 27 июля 2020 года по 22 октября 2020 года, меру пресечения Старцева в виде подписки и невыезде на ближайшем поведении, изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. К слову, ранее гособвинение просило осудить Старцева на 12 лет, но суд принял во внимание ряд смягчающих факторов. Наличие у подсудимого двоих малолетних детей, частичное признание им вины и неудовлетворительное состояние здоровья Старцева. Помимо шести лет лишения свободы, Старцев будет обязан по решению суда выплатить компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего Павла Рохлова. Это 4 миллиона рублей. Защита обвиняемого намерена подать апелляцию и обжаловать решение суда. Пока же Старцев будет находиться в СИЗО. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Другим темам приближается время большой воды. Каким будет этот паводковый сезон и насколько к нему готовы в регионе. Сегодня рассказали спасатели края и показали, как будут бороться с половодием. На учениях побывала наша съемочная группа. Сегодня спасательный отряд работает на территории Затона. Место проведения учений выбрано не случайно. Ежегодно этот микрорайон подвергается подтоплению. Так, с помощью мотопомпы спасатели устраняют воду с подтопленной территории. По замыслу тренировки они спасают людей, оказавшихся отрезанными от большой земли. В минуту устройства способны откачать 600 литров воды. В арсенале сотрудников МЧС еще более 25 единиц высокопроходимой техники. Но что касается конкретных прогнозов по предстоящему половодию, то синоптики рассказали об этом позже на заседании Краевой комиссии по предупреждению ЧАЭС. К слову, прогноз оказался благоприятным для жителей края. Так, по бассейнам Би, Аллея, Чумыша и Кулунды запас воды в снежном покрове ниже нормы и составляет от 55 до 85 процентов нормы. По бассейнам Чараша и Бурлы около нормы. По бассейну Катуни 139 процентов нормы. По бассейну Аби до Барнова 111 процентов нормы. Оценил готовность региона к паводку и губернатор края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что несмотря на все утешительные прогнозы, ведомства должны быть готовы к самому худшему раскладу. Провели анализ текущего положения дел. Незначительные моменты будут убеждены, устранены на муниципальном или каком-то объектовом уровне. И к прохождению паводка этого сезона обеих волн будем готовы. В случае ухудшения паводковой ситуации, краевой МЧС намерен обращаться в Сибирский спасательный центр. К слову, такой опыт уже имеется. Пока за ситуацией в регионе следят оперативно-аэромобильные группы, которые разделены на аварийно-спасательные и восстановительные бригады. А это значит, что к большой воде в крае готовы. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. 53 жертвы гололеда за половину недели. Таковы цифры травмпункта больницы скорой медицинской помощи. Жители обращают внимание, что лед во многих дворах Барнаула и на выездах из них – опасные ситуации для тех, кто на колесах. За прошедшие две недели в крае зарегистрировано 43 ДТП, в которых погибло 9 человек. 49 получили травмы. Эти видео сняты на Барнаульской трассе лишь за одно утро. В ГИБДД подчеркивают, что нужно соблюдать максимальную осторожность и подбирать скоростной режим в зависимости от состояния дороги. Уже по традиции, с наступлением теплого периода аварийность повышается. Кроме погодных условий и перепадов температур, это связано еще и с тем, что на дорогу выезжают водители, которые зимой за руль не садились. Зимой водитель не передвигался, начинает эксплуатировать свой автомобиль в теплое время года. Отвык от управления, где-то уже не совсем начинает помнить, не совсем соблюдает правила дорожного движения, что приводит к трагичным последствиям. Всероссийские проверочные работы школьников переносятся. Такое резкое изменение планов в Краевом Минобре объясняют эпидемиологической обстановкой. И теперь вместо весны ВПР проведут осенью. С 19 сентября. Речь идет абсолютно о всех классах. Единственное исключение составила вот эта неделя. Если школа была готова вот в эту неделю до каникул провести какие-то проверочные работы, то они будут проведены. Не только Барнаул, есть и сельская школа, которые вот на эту недельку поставили всероссийские проверочные работы. Их немного и работ немного. Там буквально один-два предмета, не больше. Кстати, по неофициальной информации от сотрудников сферы образования, перенос проверочных работ связан с резким подорожанием бумаги. Однако в Минобре эту версию отрицают и добавляют, что в образовательных учреждениях достаточно бумаги, а часть даже осталась с прошлого учебного года. Жители Барнаула рискуют не получить социальные выплаты, если не поменяют карты платежной системы визы и мастер-карт на отечественную МИР. Об этом сообщили нашему телеканалу в Управлении социальной защиты города. Здесь отмечают, что на сегодняшний день чуть больше 120 тысяч барнаульцев получают меры соцподдержки в безналичной форме. Чтобы исключить риск недополучения социальных выплат на карты визы и мастер-карт, льготникам предлагают перевестись на карту МИР. Возможен также перевод средств на сберегательный счет в банке. Сделать это нужно как можно быстрее. С 1 июня на визу и мастер-карт средства переводить не будут. Подать заявление о переводе выплат можно в Управлении, либо в МФЦ. Получатели выплат на детей от 3 до 7 лет могут подать такое заявление через единый портал государственных услуг. Меры социальной поддержки, предоставляемые через почтовое отделение, будут предоставляться в том же порядке. В Алтайском крае за год выявили больше тысячи случаев заражения туберкулезом. Это еще неплохие цифры, если сравнивать с нулевыми годами. Сегодня, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, стоит вспомнить, что эта болезнь, вопреки стереотипам, настигает не только маргинальные слои населения. Продолжит Ирина Корчагина. У нас полностью ткань легкого очищается. И равномерно вот эта вот черненькая, эта серенькая, это все чистые легкие, которые очистились вот такого туберкулезного процесса. Туберкулез остался лишь на снимках. Год лечения и Оксана поборола болезнь. Диагноз женщине поставили на ранней стадии. Причем совершенно случайно, потому что у коварного туберкулеза скудная симптоматика. Каждый год я прохожу обследование, и вот на очередном исследовании у меня обнаружилось, туберкулез обнаружился у меня. Было страшно, я сразу обратилась в поликлинику. Ну, тут самое главное, вовремя обратиться. В прошлом году в регионе выявили почти 1200 новых случаев заражения туберкулезом. В основном среди заболевших мужчины, почти 70%. Беспокоит врачей тот факт, что туберкулез становится лекарственно устойчивым. То есть многим больным уже не помогают препараты. Вот как раз лечение одного такого пациента в год государству обходится почти в полтора миллиона рублей. Несмотря на то, что заболеваемость инфекции в крае идет на спад, за год на 10%, ситуацию по-прежнему осложняет коронавирус. На сегодняшний день, когда мы находимся уже два года в ситуации, когда идет эпидемия новой коронавирусной инфекции, и у нас сложились определенные цифры, мы видим, что здоровью населению новая коронавирусная инфекция не добавила. В 20% случаев, то есть каждый пятый, вновь выявленный пациент в 2021 году, перенес новую коронавирусную инфекцию перед тем, как у него выявили туберкулез. Анализ делается час пятьдесят. По истечению времени мы приходим и учитываем результаты. Сегодня у лаборатории диспансера есть возможность оперативно проверять результаты мокроты, которая поступает сюда со всего края. Новый анализатор позволяет быстрее приступать к лечению. Мощность оборудования возросла в четыре раза. И это позволяет нашим сотрудникам отрабатывать все пробы, поступившие в текущий день, одним днем. Чтобы выявить туберкулез, достаточно проходить флюорографию не реже одного раза в год. Пациенты, которые вовремя начинают лечение, в будущем живут абсолютно полноценной жизнью, не представляя опасности для окружающих. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Проверить здоровье, не покидая рабочее место. Такой возможностью воспользовались сотрудники одного из крупных предприятий города. В рамках соглашения их обследовали специалисты Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. К слову, такая диагностика помогает выявить серьезные болезни и вовремя направить людей на лечение. Подробнее в сюжете Софии Яценко. Без талона и томительного ожидания в очереди. Проверка здоровья работников Алтайского завода прецизионных изделий проходит прямо на производстве. Уровень холестерина, сахара и глюкозы, артериальное и внутриглазное давление, состояние полости рта и работы сердца, индекс массы тела, объем и возраст легких. Комплекс мобильного обследования приличный. Это все-таки наши люди, без которых производство работы не может. Вот это специалисты. Они в своем роде тоже уникальны все. Поэтому сохранение здоровья работников нашей предприятии – это первоочередная задача. На заводе работает более 1300 человек. Значительная часть – женщины. Благодаря программе, которую разработали в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики, у прекрасной половины есть возможность пройти и узких специалистов – гинеколога и мамолога. Это получается без отрыва от производства. Я могу позволить себе без всякой записи, без очереди пройти ту процедуру, которую мне необходимо пройти. В больнице это сделать сложнее намного – или платно, или долго. А здесь – пожалуйста. Приехали, прошла, и все, и спокойно. Кроме того, у заводчан есть возможность пройти флюорографию, посетить диетолога и психолога. На обследование сотрудников одного производства выделяется больше недели – по 40 человек в день. К слову, тех, у кого выявили какие-либо нарушения, оказалось немало. Каждый пятый практически направляется. Каждый пятый. Или давление, или внутриглодное, или холестерин, или глюкоза. Избыточная масса тела по сердцу. Может быть, аритмия, ашемия, ишемия у человека. Курение. То есть практически каждый пятый. После скрининга такие пациенты направляются в поликлинику по месту жительства на дополнительное обследование. В ближайшее время комплексную диагностику проведут и на других предприятиях города, а также в высших учебных заведениях. София Цинкова, Вадим Быстревский, День с толком. Продолжим. В ноябре следующего года жители Барнаула смогут отведать чашечку кофе в обновленном старинном здании аптека Крюгер. Владельцу отдали часть помещения под кафе. Сегодня реставрация памятника культурного наследия идет активными темпами. Подробнее о возрождении архитектурной красоты расскажет Валентина Аскерова. И даже рисунок сохраняет? Рисунок в сантиметр в сантиметр повторяет все, что было. Оконные наличники, колоритные печи – все сохранено в своем первозданном виде. За реставрацию разваливающегося памятника архитектуры, который был построен в начале 20-го столетия, в свое время рискнул взяться предприниматель, врач, создатель музея «Мир времени» Сергей Карипанов. «Была квартира в Новосибирске. Я ее продал, купил эти деньги. На эти деньги я мог бы купить четыре инвестиционных новых квартиры. Сейчас бы сдавал их, обогатился. Вместо этого нам пришлось сюда добавлять, 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 добавлять. С точки зрения коммерции – это идиотский проект. С точки зрения для города музей шикарный сделать – это суперпроект». В возрождение уже вложены миллионы рублей. За шесть лет работы перекошенное здание подняли, восстановили стены, утеплили их и уже приступили к восстановлению деревянного сайдинга, который полностью сгнил. Если по внутреннему убранству решений пока нет, идет творческий поиск, то по внешнему картинка сложилась. Уже этим летом барнаульцы будут прогуливаться не мимо бесцветного здания, а ярко-зеленого, таким, каким оно было раньше. Александр Федорович Деринк копался-копался в досках старых и докопался, что дом был зеленым. Ярко-зеленые будут стены, светло-зеленые наличники, которые сейчас уже реставрируются. Я думаю, к концу лета они у нас уже будут на месте. А еще зеленая подсветка. Уже известно, что в старинном здании частично разместятся многочисленные экспонаты Музея Мир Времени. Будет уголок и для релакса, атмосферное кафе разных эпох. Вот там во всю стену будет панно с Лениным, потому что в дальней части будет социализм наш. Порадуют посетители и библиотека с подлинниками конца 19-го, начала 20-го века. Любой желающий может взять книгу и отдохнуть за чашечкой любимого напитка. Сергей Карипанов надеется, что историческое здание переживет свое второе рождение в ноябре 2023 года. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Вадим Быстревский. День с толком. Сохранить культурное наследие, исторические объекты и уделить внимание взаимоотношению народов. В Барнауле прошла торжественная церемония открытия года культурного наследия народов России в Алтайском крае. В концертном зале «Сибирь» собрались почетные гости, а также творческие коллективы со всего региона. В честь церемонии организовали фотовыставку, посвященную знаковым культурным событиям края, а также провели тематические мастер-классы. Зрителям представили хореографическое и вокальное искусство народов, живущих на Алтае – русских, кумандинцев, мордвин, армян и других. Кстати, по статистическим данным, среди национальностей живущих в крае преобладают русские, украинцы и немцы. Важность взаимодействия между народами подчеркнул сегодня и глава региона. Мы, конечно, должны и делаем это, уделять огромное внимание тому, чтобы вот эти традиции, чтобы эти нормы, чтобы эти ценности у нас сохранялись и переходили, вот передавались от поколения к поколению. В этом обязанность, я думаю, всех, кто сегодня живет в крае. В эти минуты на сцене Драмтеатра премьера – финальная постановка творческой лаборатории по современной драматургии «Настоящее время». Эскиз режиссера получил высокую оценку критиков и зрителей. Вот теперь «Космос» – новый спектакль драматического театра. Заключительный прогон проходит без массового зрителя. Люди в зале – коллеги и работники театра. На малой сцене актеры разыграли историю об учительнице английского языка Татьяне. Она – вдова, воспитывающая сына подростка и мечтающая о Мике Рурке. Однажды в ее маленький городок с миссией почетного гостя должен прибыть настоящий космонавт, а в прошлом – бывший одноклассник Сережа. Автор пьесы «Космос» Алексей Житковский и работы режиссера остался доволен, а сам постановщик поделился с нами своими мыслями за четыре часа до премьерного показа, билеты на которые были раскуплены полностью. «Игра актеров, пространство, сам материал, какие-то мои режиссерские решения, как они сработают. И соединяться со зрителем. Ведь то, что я, допустим, предполагаю, оно… Ну, это только лишь мое предположение. Мы проверим это сегодня на премьере». На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы «Смотритесь завтра» в это же время на телеканале «Толк». Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Ну, а далее о погоде. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.